что же я таки решил переносить теплицу я уже переварил в принципе вот она будет не 6 метров по классике длиной 6 на 3 она будет у 12 на полтора получается грубо говоря но беда такая что здесь где она будет стоять теплица соседская вишня на которой он не хочет совершенно следить она плодоносит она пускает корни на участок здесь вообще ничего не хочет расти на этой площади пропадает площадь получается 10 на 4 метра и вот было принято решение мной в данный момент я сейчас копаю траншею попутно подрубаю корни которые сюда вишня пустила вот потом на дно настилю старый поликарбонат п-образно чтобы хоть как-то преградить нашествие корней и туда вот эту вот назовем так мульчу прошлогоднюю закидаю обратно то есть параллельная линия будет вот так вот идти здесь еще надо копать 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 еще раз копать может быть это хоть как-то спасет от того что это вишня дурацкая пустит корни в теплицу будущим насаждением культурным и так далее вот поэтому работаем дальше к сожалению с тем что 12 метров это будет вот до туда вот придется вот это вот скажем так грядку если у меня обычно арбузы тыквы дыни растут придется сносить зато арбузы дыни тыквы посажу здесь недалеко от парняка сделаю грядочку так что плюсы большие будем надеюсь что все получится во всем добра продолжаем вот та самая траншейка на метров 8 10 до самого фундамента прокопал сейчас буду укладывать пластик и как сказал ранее туда уже буду закладывать эту мульчу пусть приедет по моим расчетам пластик не даст вишни корням вишни соседской лезть ко мне на участок но естественно раз она не стыжет когда посыпется ягоды они будут сыпаться и будут падать на пластик непосредственно а пластик не даст корням прорасти вглубь соответственно я смогу в случае чего вручную выдернуть особенно учитывая что мульча будет переплевать пару лет и учитывая что теплица будет скатом вот сюда вся вишня которая будет падать по моим расчетам на теплицу пум 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 она будет скатываться так иначе в этот вот желоб поэтому мне кажется это перспективный математический расчет как ни крути так что ладно работаем дальше это все летают ну вот собственно если по делу вот так это все должно примерно по моим расчетам выглядеть то есть пластик старый от теплицы опять же и в него он уложен в эту яму таким вот образом п-образно как я говорил ранее и в него скидываю все вот эту прошлогоднюю мульчу траву и так далее сухостой буду сжигать он тут нафиг не нужен собственно говоря вот а там еще соответственно когда вот это вот грядка она снесется земля будет приноситься вот сюда вот объем подниматься будет под теплицу и туда канава это продолжится хотя там лишь нет но там малина которая каждый год вот она уже прям вот тут вот вылазит то есть ее выдергаешь был выкапываешь корни идут вот именно под низом и туда когда эту грядку поднимал пару лет назад я уже увидел что это вот именно кусты вот эти вот малины соседской опять же они все кусты вот пускают корни ко мне поэтому тут без вариантов тоже продолжит траншею и вот тут вот столбик вот этот вот это конец 12 метров то есть тепличка будет такая длинная конечно здесь будет небольшая тень от жимолости но я и планирую любом случае немножко постричь постараюсь изловчусь вот может быть даже по осени я думаю будет нормально туда что-то и более тени и нелюбивая а здесь уже более что-то яркое потому что солнце как ни крути она у нас все равно большую часть дня будет здесь а потом ну конечно да вот это вишня она опять же она не стрижет она дает тень будет давать и равно как и вот эти деревья ну да ладно прорвемся ну да все получится потому что вот эта позиция мне просто жалко что такое место здесь хочу сад сделать мини садик так сказать и следствую оставить какой-никакой продолжаем высыпать ну вот сухостой горит основной линию я уже сделал она еще не полная сейчас вот это вот все разровняем максимально так сказать вот и там будет видно как объем поднимать как чё все в таком духе ну тут хороший объем получите я надеюсь что всего даст ну вот собственно разровнял шнурку натянул так все будет выглядеть то есть ширина метр пятьдесят ну даже если грядка каждая по 50 сантиметров будет и 50 сантиметров ну 40 сантиметров ширина дорожки это вполне достаточно то есть два шага но я имею ввиду если в говнодавика быть то два шага как раз можно свободно проходить там разберемся по делу вот она шнурка идет здесь эту часть сейчас надо будет сносить деревяшки вот это вот все вот тут вот а там она заканчивается 12 метров то есть как я уже говорил ранее вот это вот две части теплицы это вот две крайние стороны она развернется книжкой по горизонтали здесь она будет скрепляться намертво все на болты там вот еще использую усилители которые ранее скрепляли две стороны я скреплю каждую на свою сторону ну так до кучи больше называется здесь вот еще придет металл а у меня тоже пара трубок есть проварю их на болтовое соединение решил все-таки собирать вот но даже уже по ходу дела будем смотреть как-то так вот следом разобрал так называемую гряду ранее была компостная потом стала уже такая арбузная сейчас хочу этот вот уже такой качественный перегной разровнять соответственно по площади будущей теплицы ну и продолжить копать естественно траншею опять же как говорил от этой соседской малины корни все вот здесь вот там их уже вон видно собственно говоря они оголятся я наконец смогу их выдернуть отсюда нафиг и все и уже будет легче работать старые стенки на дрова а какие остались вот компост компостную кучу хочу поднять повысить немножко потому что таки кивы соседи не были здесь мы биотуалет и сливаю этот компост помимо того что пищевой мусор здесь же и как бы хочется все было по-человечески уважительно но что касается жимовости то естественно ее надо будет укорачивать подравнивать я вообще планирую и выровнять на метр пятьдесят ровную линию и бака сравнять то есть квадратом таким прямоугольником выровнять форму придать потому что она немножко у нас диковатая и внизу уже сухо отстой то все тоже надо по уму выпиливать у меня пока рука не поднимается вот поэтому ладно разберемся философия жизни копаю значит грядку скажем так и случайно хожу чайную ложку и что называется какой философии учишься но философия тебя и преследует стил мэйдин джапэн стать произведена в японии вот так вот может ее замедлить вот такие дела прикольно а есть это ничего плохого не значит никакая там наша уже отечественная примета плохое ничего не дает так что вот так вот бывает уже почти что осилил пол этой кучи земелька хорошая получилась настоящий прямо компост перегнойчик такой прямо добротный по цвету видно но там вот на дне еще грубо гора лед поэтому я пока с перерывчиками но потихоньку отдалбливаю и разравнивать сюда вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда вот сюда уровень поднимется воде из уровень всегда был выше здесь ниже поэтому тут вот заметно что слой добыт он таки высокий поэтому это только плюсом вот так что ну и вот ту кучу сейчас буду решать тоже с компостом присыпать тоже землей или все же собирать траву остатки посмотрим а может быть просто из компостной кучи все это сюда будет вывалю дело посмотрим работаем дальше что же постепенно окапываюсь называется вот траншея так 50 сантиметров 50 сантиметров сколько я помещаюсь но осталось метра два всю эту беду прожить и будет уже легче нашим получилось очень много чернозема прямо я доволен это еще разровняется все уровень то хорошо поднимется прямо вообще в общем работаем дальше да несмотря на то что с обратной стороны солнца два часа дня луна уже решила выглянуть у меня дело продолжается медленно наверно уже прокопал вот только вот осталось в общем чуть-чуть метрушку из божьей помощи я все закончу ну как все в этом смысле все закончу до малина тут конечно соседская это жесть вот тут выкорчевать его приходит просто блин она вот сюда уже прописалась на мой участок и не туда и не сюда сосед за ней не следит он себя вот там огородила здесь ему все равно вот приходится импровизировать что же божью помощью я сил этот участок траншеи длиной ну тут уже наверно это в 15 дом случае буду наполнять всякой хренью вот этот вот земельку надо разровнять туда подальше чтобы более-менее уровень сравнять и чтоб сюда мало ли что не осыпалась но она уже заметно просыхает вот так что отдыхаю спина раскалывается и продолжаем дальше пока слава богу все идет нормально дальше посмотрим наверно все таки буду сюда компост стаскивать либо все таки сухостой чтобы не кидать его в компост но надо поглядеть что важнее потому что не хотелось бы чтобы отсюда тоже все ветром сносилась землей придавил поэтому так вот но опять самое главное что как-никак хотя бы ограждено вот сантиметров на 40 по высоте от соседского участка опять же от этой малины зловредно этой вишни поэтому это не менее сейчас важно в общем работаем дальше ну время уже шестой час в итоге копом я занимаюсь более девяти часов так сказать поставил сюда ванную пока что поскольку здесь будет одна из дверей мало ли ну а вот что получилось в итоге вот такая траншея и вот такая длинная будет теплица блин как же это круто надеюсь потому что просто идти бесконечно долго в один ряд лево-право от тебя что-то растет я так думаю что слева поскольку здесь будет пологая сторона теплицы будут таких называют короткоствольные то есть перчики шмерчики баклажанчики и так далее а здесь уже будут помидоры огурцы такие вот вещи снаружи вдоль теплицы будут арбузы тыквы дыни я думаю там будет очень даже хорошо возможно сделаю грядочку такую небольшую ну сейчас я говорю жду 14 числа когда приедет все добро да это теплицы блин металла не хватает катастрофически не рассчитал ну ладно будем выкручиваться без колхоза в нашей жизни нынешней никуда вот так вот в общем то ну вот собственно говоря вот так вот выглядит то что сейчас сварено наварено переварено вид сверху а так выглядит та самая гряда 12 метров ё-моё в общем устал но работа завтра продолжится завтра начну ее шкурить вручную крацовкой и потом буду самые такие составные части красить потому что я не знаю что там с ней было здесь вот белое какое-то цвет остался здесь рыжий не знаю кто там ее собирал составлял из каких частей но вот факт особенно вот надо места сварки соответственно залепить заделать в общем как то так вот вот значит уже наступил следующий день несмотря на то что я приболел что-то с легкими продолжал продолжил сегодня то что в силах делать это все ржавые места закрасил краской написано что водостойкая покупал для других целей такой дурацкий роза цвет получился это колер и белая краска колер самое интересное коричневый вот получился такой цвет эти места не стал пока прокрашивать потому что еще будет работа по примерке по закрепке по сварке там возможно и так далее вот но самые такие нехорошие места замазал то есть наверное в процессе чтобы ее перенести на ту площадку мне придется напополам каждую секцию разбирать наверное так чтобы было легче и перенести переносить а то чувствую не потянул одного ну и не хотелось бы сломать сварку так что вот сегодня даже не знаю что еще заняться чем по этому вопросу потому что земля вообще влажная мне надо вот эту корочку разровнять здесь вот прям видно что такое ямка земляная вот надо туда все поднять это дело ну а дальше уже 14 число послезавтра ждем с приедут самое главное балка приедет 12 метров то есть использую родные потом вот эти использую те балки напополам просто распиливаю и получится как раз под корпус в общем пока так ну и попутно что к тому что относится к теплице так сказать вот извечная форма и супруги со мной после уборки урожая ну вот капуста допустим зелень и так далее так далее так далее я в общем-то по осени никогда это не убираю не чищу ну во первых классическая причина все это переплевает потом перекапывается и это не есть плохо то есть вот так вот но в данном случае в этом году почему это относится к теплице вот эти все вот корнеплоды так сказать вот я их просто-напросто вот выдергиваю они легко час выходят лед ушел земельки даже остается я их собираю и конечно же они пойдут вот в ту назовем ее компостную окопу или компостная гряда и то есть туда все это будет собираться для меня это как-никак в будущем удобрение это будет хорошая грядка чтобы что-то посадить дельное допустим виноград который вот нарастет этот забор скажем так или что-то декоративные цветы и так далее то есть вот поэтому смысл во всем есть вам на его найти приди все для себя поэтому вот так вот и работаем так вот и живем что же день 3 вот я уже добрался до балок одну вот по уровню еще сравняю это конечно времянка потому что завтра 9 утра машина приедет я должен хоть предварительно быть готов к тому что нужно все это чик-чик-чик выровнять яму подготовить грубо говоря сделать разметку скажем так конечно разочарован вот это вот спала брус доска без разницы вот она прогнила прям по середке чего я опасался то и получилось как раз там под кустами нехорошее место ну идиоты делали короче кирпич был подложен только здесь вот все остальное лежало тупо на земле старым пластиком они закрыли просто со стороны гряды в самой теплицы я же планирую закрыть г-образно то есть чтобы она туда заходила под теплицу это хоть какая-то на защиты как от корней будет вот это все так же соседской вишни так вообще фактически не будет бревно по факту гнить при поливе естественно все это будет обрабатываться антисептиком но в общем была мысля вырезать гнилую часть и вставить вот эту лишку шпалу но я сначала с дурой и тоже начал пить потом понимаю пона мать у меня же две стороны короткие короче как же она сказала не торопись вот она и сказала так и получилось ну в общем в итоге принял решение усиление сделать более толстой доской это у меня четырешка там такие толстые амбарные гвозди я нашел прямо на сквозь а фактически они прошли и с той стороны тоже приглушил поэтому но антисептиком заебенью по-русски сказать сейчас на просохнет на солнце конечно но хоть какая-то будет защита опять же хоть на сколько то ее хватит скажем так может даже меня переживет еще кто его знает я захочу эту доску временно посмотреть выровнять потом что по уровню в общем каждую доску круга я выравниваю по уровню равняю и когда вот эта линия мне будет я шнурку опускаю выставляю уровень скажем так там уже с промежутком не больше вам может ровить научно с промежутком параллельно просто сделать потом выставляю боковину и что называется жду завтрашнего дня потому что завтра придет доска вот на эту вот линейку тут я конечно не то что я выбора нету пришлось было возможно заказать 6 метровые но машины не возят у нас бесплатной доставкой соответственно пришлось заказать 4 метровые доски но там и решил немножко сэкономить потому что средства уже реально ограничены на эту теплицу прототип заказал 150 ку но не как здесь на сотку а на сороковку что ли если память не изменяет да должно я думаю хватить так что вот так вот поэтому сейчас выравниваю и работаем дальше пока все так ну что же говорим пополам вроде бы все выставил по уровню как ни крути 12 метров опорникового эффекта да сейчас вот еще здесь вот под завтрашние доски буду копать траншею ну и конечно же я немножко просчитался как жена я сказала не торопись я блин поторопился и получается что вот я не учел что здесь стык вот такого формата то есть как объяснить то блин я рассчитывал что вот это вот боковая доска она наложится на длинную а у них по системе наоборот было я по ней от пилю просто на пополам три метра ну 28 если быть точным вот 10 сантиметров здесь 10 сантиметров тут но я-то заказал доски 40 или 50 шириной соответственно будет как бы такой проебчик небольшой я конечно очень надеюсь что в этом смысле просто сейчас замерю точнее теплицы но по моему у меня там все четко с размерами метр пятьдесят блин и вот придется здесь наверное делать какой-то вставыш а вот эту доску хоть я ее уже и начал пилить ее сделаю нормального размера но уже завтра непосредственно потому что то мне подскажут что здесь я как бы лоханусь малость поэтому вот как бы пока вот такая беда где бед много конечно блин херово когда самые близкие люди не вдохновляют ну да ладно справлюсь сказал сделаю значит сделаю поэтому работаем дальше будут раньше делать что у нас уже закат почти что ну вот я закончил с этой траншейкой пока что так вот дальше ждем завтрашнего дня до видно сидела так и делаю связи с тем что малость просчитался то есть но здесь вот как бы она вот рассчитана десятку вот это вот вот эта длина вся она как раз получается метр пятьдесят учитывая что теплица три метра на пополам полтора соответственно в данном случае здесь мне придется давать вставлять какой-нибудь бабушек вот наращивать скажем так а вот и стоит тогда части я просто-напросто вон там вот на ну целиком отпилю немножко пообщем по-другому сделаю скажем так вот ну и думаю все нормально получится а есть это что я 50 заказал потому что реально не помню точно собака со мной согласна так что вот земли что-то получилось прямо вообще много это учесть что здесь посередине будет тропинка то блин даже не знаю на еще лишку придется по грядкам растаскивать учитывая что здесь вот у меня будет как я планирую сад японском стиле день вот соответственно можно будет сюда под на таскать лишку ну а так посмотрим говорится перекопается будет видно ну вот в общем то на сегодня все это уже день 3 до встречи в эфире что же день 4 начали заниматься опалубкой до малюха просчитался забыл думал заказывать 50 ку доску оказалось заказал сороковку 40 на 150 здесь эта часть получается ну скажем так уже ну 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 будем надеяться что это все конструкция выдержит скажем так потому что как бы блин других вариантов тут уже нету чё как придумать на значится здесь вот это вот угол гнилой зараза никак туда не подлезть есть конечно вариант эту часть вырезать сделать ставишь сюда скажем так но блин хрен его знает надо пока мекать немножко с этим делом может быть что-то опять нарастить на это уже колхоз получится поэтому пока ровняю вот эту часть а там же будет видно что же пришлось на колхозить много заплаток очень много начал переживать вот эту сороковку выдержит ли ну будем надеяться потому что выбора особо нету но 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 возможно будущем придется полностью это сидела основа менять то что прогнила она знатно ну да ладно посмотрим посмотрим собственно говоря через каждый получается 4 метра основа будем надеюсь что выдержит возможно возможно еще в процессе кирпич на дыбу подложу побольше чтобы наверняка пока так что же и вот день 4 закончился остатки все какие нашел этого пластика долбанного вот так вот обернул каждую деревях у деревях у после этого обработал вторично биозащитой ну и там уже завтра вот займусь переносом основы будем примерять смотреть что как потому что тут дело такое тонкое надеюсь что все получится и самое главное будет устойчиво потому что как бы страх есть немножко что накосячил ну да ладно надежда умирает последний как говорится лишь бы хватило места потому что мне сейчас откажется так что смотрю вот бляха муха ну хотя в принципе дорожку мне 30 сантиметров хватит а все остальное займу грядка здесь будет стоять бочка здесь получается принадлежности различные можно ложить но это при всем том что здесь будет вход получается то есть вот это пространство оно будет свободное а дальше пойдут две гряды здесь будут короткоствольные перцы баклажаны а здесь будут уже высокие помидоры огурцы то есть вот так вот рассчитываю ту сторону одна часть наверно сплошняком будет а другая часть там где дверь будет тоже небольшой заколочек а может быть с обоих сторон сделаю заколки рассчитаем теряю я конечно немного по плане грядок но ладно как говорится лишь бы все росло по-человечески а если нормально получится то в будущем вообще планирую эту вот теплицу купить бушную какой-нибудь и протянуть до конца прямо то есть вот так вот кусты буду стричь это же малость ровнять чтобы ничего не мешало пластик не рвала ну и соответственно будет стоять вот теплица молота учу полога вот так вот вот пока все ну что же почти полнолуние день 5 и вот что мы имеем на данный момент без косяков и колхоза конечно же не обходится во первых здесь вот я немножко просчитался не знаю как все дело вроде вровень по столбикам но по ширине она оказалась как меньше чем 6 метров что ли вообще это конечно странно как так вышло ну вот наверное вот эта часть придется вот этот брусок вот накладку немножко обрезать и вот эту сторону сюда сносить потому что то дверь закрываться не хочет то еще что то вот завтра займусь именно металлом нужно все отрезать опоры вот эти вот 2 10 получается сколько хватит столько хватит уже потому что честно газа и замучился уже но вообще круто как бы мне нравится то есть по факту как получается сейчас пока все конечно тугой все эти шпингалет и блеха-муха вот но по факту получать примерно так открыли зашли здесь будет сразу честно бочка стоять зашли гряды наверное начнутся примерно вот отсюда вот вот от этой вот линии то есть тут бочка стоит набрал воды и пошел вдоль гряды вдоль грядок поливать здесь идем 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 поливаем проливаем это все с той стороны выход будет там соответственно ванна стоит случае чего может быть даже тоже бочка будет стоять посмотрим как будет хватать вот ну проще ванна естественно потому что учитывая что дверь все время будут открыты как бы тут гадалки не ходи вот ну а в целом какой закат красивый где закат там луна в целом вот так вот это все выглядит то есть принципе она сейчас конечно неустойчиво ты держит все за счет вот этой вот опоры которые то колхозным методом сварена конечно же ну то есть тут нужно будет я думаю так у меня всего лишь 18 метров трубы из них 2 огрызка а вру 12 метров трубы даже да у меня 12 метров трубы из них два огрызка по 2 метра соответственно я отпилю 2 цельных 2 10 и сделаю где-то вот посередке либо тут либо тут опору цельную тоже будут они на саморезах крепиться как вот здесь вот планки наварю а остальное я уже сделаю наростками то есть все какие куски 2 метров будут ним по 10 по 20 сантиметров наращивать уж то теплицы у меня огрызки остались других вариантов нету потому что металл нынче дорогой и тратится на него блин это жесть конечно нереально вот ну а потом когда все это закончится надо будет уже заниматься соответственно супруги вместе вот обтягивать все это дело пластиком то тоже нелегко конечно даже не представляю сладимся нет один плюс что с одной стороны на две части на две половины придется пилить я имею ввиду 6 метровые листы укорного материала от этого напополам пилить и закрывать то есть вот так вот значит мне придется задней стороны подлазить а супруга будет где-то там удерживать может наверху в макушке или чё посмотрим но самое главное сделать нормальный скелет добротно чтобы она хотя бы меня пережила ну вот в общем то так вот то есть в принципе здесь место получается солнечное то есть солнце у нас встает в той области она вот так вот проходит по азимуту вот здесь она идет луна здесь она идет 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 то есть вся часть вот это освещается в принципе только потом когда солнце садится начинается сраная вишня соседская там у него кусты и вот уже получается тенечки то есть тенечек вот здесь вот сюда можно более теньки нелюбивые посадить и небольшая тень наверно будет вот здесь вот отжималости как ни крути пока во всяком случае пока я не постри когда я остригу уже будет проще ладно уже много наговорил то есть вот пока вот так вот будем разбираться что куда сажать время покажет вот точно то и все значит день 5 пока что это все вот так вот выглядит почти что закончена со сваркой вот вертикали поставлены ну конечно конструкция трясучая но я надеюсь все еще усядется уляжется самое главное чтобы она выдерживала зимы конечно как к супруге так и мне не понравился момент вот то что теплица за кусты и жимолости заходит ну блин будем туда значит что-то более тенелюбивое сажать что жары не любит так вот скажу пока кусты не обрезаны а так силам пока что так в общем работаем дальше еще одну детальку сварю установлю вон там видно перемычка такая чик вот сюда вот чтобы две крайние стороны были более-менее монолитные вот ну и потом надо будет заняться более такой куда тугом мне не нравится вам несколько погнулся я хочу его немножко усилить и дверь немножко подшлифовать чтобы она нормально закрывалась той стороны дверь вообще классно встала прямо на родные места на родные отверстия под петли вот а здесь надо будет похимичить так что работаем дальше ну и вот на сегодня в дальнейшем жду то есть завтра уже супругу и будем покрывать пробовать толпаным поликарбонатом надеюсь все получится главное чтобы устойчивая была и под снегом не ломалась это да мы будем надеяться все таки по моим расчетам все равно снег будет скатываться туда в нишу так сказать посмотрим посмотрим ну что же день шестой вербное воскресенье ну и мы с супругой в принципе на что хватило времени из материала мы закончили то есть закрыли всю эту стенку и закрыли вот эту стенку старый лист со старой теперь с единственный уцелевший новый лист оба 4 миллиметра но что характерно новые они такие слабенькие что ли этот старого на тупо мощнее на ощупь по крайней мере вот ну будем надеюсь что все это выдержит вообще идея классно мне кажется просто надо доработки доработки в чем это я конечно лоханулся надо было наверное высоту вот этих вот делать не 2 10 притык а хотя бы душечку она бы накренилась немножко ниже но у меня вы тогда эти листы хватило бы четко а тут как видно небольшая жопка то есть здесь вот еще кое-как так притык а вот там вообще высокая щель ну конечно да тут сейчас мне в любом случае однозначно придется делать следующее до полу докупать доску возможно 40 на 50 как минимум и просто прибивать их поверх основы таким образом она прикроется вся эта щель ну и соответственно я к ней уже прикручусь просто вот это вот херня вот она самая широкая там наверно сантиметров 10 тут уже на документ будет вот обидно конечно да ну блин работали супруга двоем тяжко тяжко естественно мужики нужны таких ситуациях побольше ну вот здесь вот небольшое такое косячненькое место почему-то в резал все ровно по меткам все но видимо лист короче сделали на 10 сантиметров потому что вот две половины получились такие вот и щель тоже придется здесь наращивать досочками ну да ладно главное закончить ебеням сейчас у меня саморезы закончились уже ночь ту стенку осталось эту стенку закрыть ну и дальше посмотрим как пойдет вот но тут однозначно наращивать придется то есть как ни крути будем надеюсь что все получится попробуем выкрутиться конечно расходы двойные получаются ночью делать а то он и колхоз что же здравствуйте всем вот уже день не весь какой ну вот чубок послал то и получилось сегодня у нас чистый четверг вот две гряды ну размер она 50 где-то сантиметров 50 даже 60 скорее всего около того то есть принципе по стандарту для всего этого хватит я так думаю не идеально конечно еще надо здесь вот все разравнивать более-менее разровнял надо тропинку отсыпать может даже песком о отсыплю вот чтоб ровнее ходить было ну и собственно говоря вот пришел к выводу опять же что при любом раскладе придется вот еще на вот это вот пространство вертикальные балки делать вот видно сейчас ты еще ветер утих то есть все равно вот когда вот здесь вот такого формата она уже никуда не денется я имею ввиду через каждый метр здесь у меня через каждые полтора метра поскольку по стульку сейчас с металлом беда ну в общем надо будет докупать еще по 2 10 если считать 8 балок 16 17 метров где-то то есть 17 метров еще трубку пить и вот вертикальных пустить и все тогда тут уже как говорится нормально все будет также снизу еще вот прикреплю степлером вот эти места чтобы воздух сюда не загоняло а зимой соответственно снег тут прямо рассказать это надо будет сделать ну и в общем то все она уже хорошо прогревается сегодня запарился здесь честно говоря работать все открыл вот воздух прогон воздуха очень хороший даже удивлен думал вообще будет паривать здесь даже с открытыми дверьми но тем не менее нет все нормально в этом плане оба замужусь двери еще надо будет подрегулировать вот здесь вот где она у 10 по моему а нет вот здесь вот в 10 пипочку надо будет болгарка чуть сточить чтобы вот эта верхняя часть вот чик плотнее закрывалась и соответственно еще одну часть потихоньку собираюсь надо сейчас дома прибираться вот баба и получается у той двери тоже надо одну часть продраконит прочистить о как же непривычно ходить то так инструмент собираем вот не получается здесь вот туда вот в этом месте вот нужно будет чик вот она уперлась подровнять но температуру там уже копится то есть все нормально вот как говорю тот лист остался старый нам конечно зарезервировали один лист по старым ценникам это 2 450 на сегодняшний день хотя они уже говорят подорожали ну пока они стали выкупать посмотрим что получится может даже этот год постоит я имею ввиду этот сезон а там денежку под заработаю докуплю вот вертикальные железяки и все будет вообще классно я так думаю выглядит конечно колхозновато и порой даже пугает постольку поскольку когда вот такую стену видишь сплошняк вдоль границы огорода но как-то нелепо кажется конечно ну ничего страшного когда вот здесь вот будет сад я уже разметку сделал перекапывать завтра буду когда здесь будут деревья вот вообще будет красота может быть даже может мы посмотрим ладно загадывать не буду у меня мысль а была просто вот тут вдоль в любом случае отсыпку буду делать пустить может что-то такое стелющиеся типа арбузов и еще что-то посмотрим просто опять же мне нужно лучше у меня тропинка была здесь листежималась после цветения после плодоношения обрежется чтоб я туда проходил допустим поливать еще что-то то мне значит нужно будет тропка вот она на ширине соответственно тут вот можно небольшую грядочку забавить и все всем хорошо как говорится мы поглядим вот в общем то и все полиэтилен туда защитную пленку еще снимать буду там еще надо покувыркаться кое-что подклеить подрезать ну пока я в общем то доволен вот у нас уже закат ну все всем пока наверное даже до связи вот день уже наверное за 10 отсыпал здесь вот такую небольшую грядочку посмотрим что сюда можно придумать вот здесь вот все выровнял землящий глинком вот тут все выровнял и отсыпал тоже дорожку выровнял уже лище здесь вот такая красота получилась немножко с бочкой не рассчитал ну торчит угол ну да ладно я думаю с лейкой пролезу пленку снял кое-где еще осталось ну вот в общем то все далее уже будем смотреть по факту еще степлю сегодня скобочками жена привезет прищелкаю вот эту вот пленку чтобы дерево защитить чтобы туда не лилось ничего снаружи то же самое и будет вообще красота и вот собственно говоря что творит кризисная ситуация скажем так когда по беспределу называется металлы дорожают то есть изначально у меня было что через полтора метра сделал перемычка перекладины в общем вертикальной арки скажем так профиль 2 на 2 сантиметра но это все вот как видно по вот этим вот стычкам на этом самом на пластике что ветром разболтала жестко прямо он форму изменил кардинально волнами стало это вот старая часть от старой теплицы это вот новая ну и соответственно получается что я теперь поставил эти перекладины в общем металл подешевел я дождался все таки купил еще 18 метров разделил по 2 10 грубо говоря очень теперь через каждые 75 сантиметров как-никак сожалению метиты закончились не все закрепил завтра даде закончим послезавтра но фактом что сейчас в принципе во первых его не мотает ветром не крутит не вертит шума стало меньше во вторых теплица стала устойчивее заметно причем вот ну и в третьих так наверное должно было бы быть насчет того как там хорошо все растет сложно сказать посмотрим еще лето только впереди все только май но тем не менее вот такая картина в общем то и все пока что ну что же и вот уже наступил июнь и вот уже здесь какие никакие посадки очень переживал очень боялся что это все как бы ну дурная затея но оказалось в принципе во всяком случае вот помидорки радуют огурчики там тоже пошли вдалеке я покажу тут же на редиску накидала здесь перчики огурчики тоже уже взошли собственно говоря ну в принципе в принципе что мне сразу стало заметно воздух здесь лучше циркулирует то есть он проходит прямо коридором может быть это потому что вот какая-то аэродинамика создается что вот стена плоской ветер прямо летает вот посмотрим как это дальше скажется но на ночь я все равно закрываю нижние дверцы оставляю открытые только форточки по солнцу видно вот сейчас уже у нас фактически закат ну грубо говоря вот она где находится там если конечно не соседский бак и не соседская вишня вот это вот то было бы гораздо больше света но во всяком случае восход у нас в той стороне и он вот солнце получается большую часть дня здесь находится так или иначе поэтому в общем нормально все вот значится поэтому работаем дальше в любом случае как я уже говорил я нарастил по более перекладин теперь они через каждый 75 сантиметров вот конечно это теплица уже в копеечку влетела как ни крути это уже в среднем ну тысяч наверное за 13 14 не так думается но я не жалею во всяком случае я жалею о том что блин долбанная война это с украиной сделал кризис и на урале в том плане что у меня просто металл поднялся в этот период когда я покупал перекладины в два раза и у меня хватило буквально денег только вот на то что было изначально и это конечно подпортило профлист я вот понимаю что наверное я допустил ошибку вторая составляющая этой вот беды то что я его пустил вертикально горизонтально надо было наверное все же вертикально и вот что с ним стало от этих ветров вот до того как я насажал дополнительных перекладин то есть он стал такой как вогнутый что ли вот особенно старый лист ему досталось ого-го вот но может быть если все нормально будет сейчас цена листа 4-х миллиметрового 2 650 она как бы опять упала и зафиксировалась может быть на будущий год если у нас кризис не встанет если я доживу как говорится я заменю эти два листа разрежу их по полутора метров он нет почему по полутора подушки оставлю и в нахлёст чик 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 пущу вот поэтому скорее всего даже так и будет а из этого листа другой проект у меня есть одна идейка вот я его наверно пущу на тот проект вот и все это мне кажется будет самое оптимальное разумное ну и естественно эстетичная сторона как видно этот профлист старый ничего хорошего там нету свет но фактически не проникает ему уже очень много лет явно вот такая вот красота получается самое главное как-никак отделился от соседей теперь никто сюда не заглядывает вишня не сыпется сюда теперь даже по лепесткам видно лепестков вообще в принципе нету они все уходят обратно значит и плоды за счет формы крыши будут сыпаться обратно к соседу ну да это бог не сюда вот ну все в общем то получается что вот я планирую вообще в процессе конечно эту теплицу продлить вообще до конца может быть купить бушную какую-то или что вот ее в идеале продлить бы до конца если бы позволяла бы там место между соседом я бы еще и там продлил потому что это мне кажется оптимальный вариант использовать пространство по той простой причине что это заменяет и забор и еще и теплица то есть полезная площадь не пропадает как правило по краям сажают деревья как в общем то мы в свое время сделали посадили там два дерева вот груши вот это наверное была ошибкой ну да ладно может быть а там пущу живую изгородь есть одна идея тоже проект вот ну а так не по теме и по теме вот я постепенно создаю такое свое место успокоения садик сад правильно сказать это альпийская ямка как я ее назвал там у меня будут расти экзоты абрикосы персики здесь вот вишни черешня о шарафу шарифуга шарафуга гибрид яблоня пирамидальная обалденный сорт там даже сакура растет ой там еще и этот сам магнолия растет орехи в общем много купил экзотов у романа пардон нагуманова рекомендую кстати к нему обращаться кто с урала кто по челябинску особенно приезжаете выбираете покупаете ну человек действительно знает свое дело вот если интересная ссылку дам в описании ну вот а по факту в общем то вот такая вот беда все вот эти вот так сказать вмятины выбоины там где крепления ну ладно в общем на будущее но если не на будущее да скорее всего это единственное что попутно с профлистом куплю вот эти вот пластиковые шайбы которые на саморезы насаживаются чтобы вот так сильно не выгибала потому что этого недостаточно но сразу скажу что шум ушел то есть вот как она гремела от ветра сейчас этого ничего нету вот поэтому посмотрим как перезимует зимой будет продолжение конечно же посмотрим вместе с вами поэтому ладно разглагольствовать не буду всем пока-пока всего доброго удачи